Абаканская ТЭЦ Абаканская ТЭЦ переживает самую масштабную в ее истории реконструкцию. Затраты составят 10 миллиардов рублей. Елена Крылова выяснила, какую конкретную выгоду получит город и республика за такую высокую цену. Более 600 человек 24 часа в сутки. Работа на Абаканской ТЭЦ идет непрерывно. Установленный на память камень с датой начала монтажа нового энергоблока практически засыпан строительным грунтом. Здесь для торжеств сейчас времени нет. На ТЭЦ глобальная перестройка. Сейчас вы можете увидеть, что смонтирована галерея. Монтируется галерея топливоподачи, монтируется эстакада связи. В существующем корпусе уже начаты работы по монтажу трубопроводов высокого давления. Достаточно длительный процесс. То есть практически по всем объектам на данный момент ведется работа. Сроки окончания работ август 2014-го. Но скорее всего энергоблок сдадут раньше. А пиковый период стройки придется на это лето. В июне работников здесь станет вдвое больше. Мы заявились на поддержку по налогам от республики Хакасии. Сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Чувствуется поддержка по выдаче необходимых разрешительных документов. Очень достаточно быстро проходит согласование в соответствующих министерствах и ведомствах. Поэтому в Хакасии строить можно. Экономические обоснования имеют и оперативность. Деньги более 10 миллиардов рублей инвесторов, а не кредиты. И чем быстрее мы получим конечный продукт, тем это выгоднее для региона. Свои плюсы в обновлении ТЭЦ получит и город. Сегодня абаканская ТЭЦ полностью покрывает потребности города. Перебоев с теплом в Абакане нет. Но учитывая интенсивность жилищной застройки, ее мощности хватит не больше, чем на 5 лет. А после того, как на Абаканская ТЭЦ подключат новый энергоблок, это позволит ввести в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров недвижимости. Сам проект Абаканская ТЭЦ, он создает дополнительные резервные мощности. Появляется значительная возможность по развитию как самого города Абакана, так и прилегающих окрестностей. То есть в формате агломерации прорабатываются возможности подключения объектов, находящихся за чертой города Абакана. Елена Крылова, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. С начала года 40 ветеранов войны уже получили сертификаты на приобретение жилья. Гарантийные письма для улучшения жилищных условий выданы 10 участникам и инвалидам войны и 30 вдовам погибших фронтовиков. До конца текущего года улучшат жилищные условия еще три ветерана. С 2008 года нуждающимся было признано более тысячи человек, подходящих под эту категорию. Выделять сертификаты начали с 2010-го. Тогда же началось приобретение жилья. На 1 апреля 2013 года в очереди осталось 66 ветеранов. 40 из них уже получили гарантийные письма. Добавим, за эти годы существенно вырос размер субсидии. В 533 тысяч рублей до 1 миллиона 31 тысячи. Видео, которое может стать сенсационным, сделали две школьницы из Абазы. Они успели запечатлеть летающую тарелку. Возможно, пришелецу из космоса. Объект появился и исчез очень быстро. Но в том, что это был именно неопознанный летающий объект, очевидцы нисколько не сомневаются. О своей удаче они рассказали моему коллеге Алексею Гончаренко. Снимки были сделаны во время прогулки по городу на мобильный телефон. По приходу домой они тут же были скопированы на более мощный носитель и увеличены в размерах. Не то, чтобы не верила своим глазам, говорит одна из очевидец Соня Кудрявцева. Но просто хотелось рассмотреть объект подробнее и еще раз все же убедиться, что ничего не показалось. Ну, когда мы ее увидели, мы обалдели. Тарелку, что она как бы была черной, ой, такого цвета металла. Активное участие в редактировании снимков приняли родители. Тоже хотелось разглядеть, что попало в объектив их дочери и насколько крупным был пролетавший почти бесшумно предмет. Наверное, в диаметре будет, ну, наверное, поменьше, конечно, чем самолет. Но мне кажется, гораздо больше, чем вертолет. Но форма объекта была такой, какой на планете Земля летательным аппаратам еще не придают. И что в земной цивилизации принято называть летающей тарелкой. Мы увидели там и жерла, увидели движение горячего воздуха. Вот. А когда сделали тепловую обработку, то в нижней части тарелки обратили внимание, что там, наверное, где-то 7 или 8 таких окошечек идет. На том самом месте, над которым пролетал объект в форме тарелки, возможно, есть еще очевидцы, рассказывает автор снимков. А может быть и нет. Предмет появился и исчез неожиданно. В поле зрения находился считанные секунды и практически беззвучно. Школьницы заметили предмет, поскольку фотографировались на фоне местности и что-то увидели в объективе. И оглянулись. Предмет не улетел, а именно исчез. В Абазе и ее окрестностях неопознанные летающие объекты замечали и раньше. Случай не первый. У моей мамы есть подруга, она тоже оказалась случайным свидетелем. Вот. Увидела тарелку. Но она вообще увидела, как та выпустила луч. И она вот стояла, наверное, несколько минут и три наблюдала именно за лучом и за самой этой тарелкой. Охотники, мужики, которые в тайге нередко видят тарелки. Если раньше фактов увиденному предоставить не могли, то теперь есть доказательная база в количестве трех снимков. Их отправят специалистам. Может, уфологи объяснят, что же все-таки пролетало над окраиной Абазы в марте месяце 2013 года. Россия-10. Мультимедийный проект-конкурс достопримечательностей и природных красот страны проводит телеканал «Россия-1» в партнерстве с Русским географическим обществом. Хакасия тоже заявлена в конкурсе. Телевидение и радио России и Русское географическое общество представляют Общенациональный проект «Россия-10». Уникальный проект стартовал по всей России 25 марта. В течение четырех месяцев вся страна будет голосовать за самые красивые, любимые природные места и памятники культуры. Задача проекта – поддержать внутренний и международный туризм, рассказать об уникальных географических, архитектурных и исторических объектах России. Проект поддержали все восемь округов, в том числе и сибирский федеральный. Здесь для голосования выбрано 113 достопримечательностей. Хакасия выставила на народное голосование 12 объектов. Интересные и такие значимые объекты, имеющие историко-культурное значение, природоохранное значение в Республике Хакасии – это музей-заповедник Казановка, заказник Позарым, заповедник Хакасский, Аглахтинская крепость и много других интересных объектов. Чтобы проголосовать за красоты Хакасии, нужно зайти на сайт, выбрать «Сибирский округ», найти «Нашу республику» и открыть список достопримечательностей. Один раз в сутки можно выбрать три объекта или трижды проголосовать за один. Сегодня, к примеру, за Саяно-Шушинскую ГЭС отдано уже более 4000 голосов. Наша станция на пятом месте по Сибирскому федеральному округу. Кстати, соседи, жители Красноярского края, уже активно вступили в голосование, и сегодня их природный парк «Столбы» уступает лишь озеру Байкал. В первом туре до 30 июня в каждом округе будет выбрано 10 победителей, всего по России 80. К финалу останутся 30, и вот тогда развернется настоящая битва за право войти в десятку лучших. Выбирать их будут посредством интернет-голосования и с помощью СМС-сообщений «Все жители». И у нас с вами тоже есть возможность сделать так, чтобы красоты Хакасии стали гордостью и достоянием всей страны. Проголосовать за республику на сайте, адрес которого сейчас на экране. Сегодня природа в очередной раз удивила жителей республики. Мокрый снег чередовался с солнечной погодой. А в ближайшие дни синоптики обещают резкие перепады погоды, которые могут повлиять на прохождение паводка. Завтрашний день, по данным синоптиков, на большинстве территорий республики ожидается ясным. И как следствие, метеорологи прогнозируют большой суточный скачок температур. Ночью мороз до минус 15, днем воздух прогреется до плюс 9. В пятницу погода подбросит жителям республики очередной сюрприз. Хакасия будет находиться по власти холодного фронта. 5 апреля в связи с прохождением холодного фронта в отдельных районах нашей республики ожидается усиление северо-западного ветра до 23 метров в секунду. Осадки преимущественно в виде мокрого снега. По северу республики и в горных районах прогнозируется сильный мокрый снег. Правительство республики утвердило положение о создании природного парка Хакасия на территории Таштыбского района. Как будет сохраняться уникальная природа тех мест и что будет сделано для организации цивилизованного туризма, нам расскажет Сергей Бодренко, директор дирекции по особо охраняемым природным территориям Хакасии. Далее в нашей ежедневной рубрике интервью. А прямо сейчас прогноз погоды и рекламный блок. Увидимся. Продолжение следует...